Здесь уже вовсю готовится к зиме. На швейной фабрике раскраивают утеплитель. Из него изготавливают подклад для спецодежды, которую будут носить нефтяники. В ней ходят работники из севера, и она удерживает температуру до минус 40. После введения санкций работа на фабрике прибавилась. Здесь теперь шьют не только форму, но и одежды для масс-маркетов. Российским брендам теперь куда выгоднее отшивать вещи на родине. К нам обращаются на сегодняшний день дизайнеры, известные бренды, для того, чтобы мы отшивали их здесь, непосредственно на Тюменской фабрике. Появилось большое количество обращений, заказов. Сегодня у нас в обработке, наверное, порядка плюс 50% к тому, что было до периода, когда наложили санкции. Эти дизайнерские коллекции отшиты на Тюменской фабрике. Впрочем, куда чаще здесь строчат огромными партиями. На заказ трудится несколько цехов. Например, закройщикам помогает эта умная машина. За несколько секунд она нарезает сразу полсотни деталей. Наши руки, только в ленточном виде. Как бы и быстро получается, и вовремя все подается на швей. На фабрике стараются выкроить время для каждого клиента. В ближайшее время здесь откроют новый цех на 200 рабочих мест. Набор швей у нас сейчас ведется по трем направлениям. Первое – это мы работаем активно с центром занятости населения Тюмени. Второе направление – это обучаем в нашем учебном цехе, который сейчас в данный момент тоже готовит программу учебную. И третье направление – это все-таки привлечение сотрудников из-за рубежа. Причем швейному делу здесь готовы обучать с нуля, бесплатно. Дарина Яранцева, Александр Старожук, Тюменская служба новостей.